Всем большой и пламенный привет! Спешу поделиться с вами двумя освежающими десертами. Их гениальность в простоте и быстроте приготовления. Буквально 3-5 минут потребуется. А еще они нежнейше, воздушно-вкусные, фотогеничные и при этом низкокалорийные. В сливочном десерте на 100 грамм всего 90 килокалорий, а в ягодном на 100 грамм 40 килокалорий. А еще плюс в том, что в этих десертах содержится коллаген. Это один из продуктов, составляющих перечень компонентов для молодости. Если какие-то из продуктов вы не употребляете, расскажу, на что их можно равнозначно, либо более-менее приблизительно по свойствам заменить. Для сливочного десерта потребуется 200 миллилитров молока. Выбирайте то, которое вам по вкусу, животного происхождения или растительного. Главное, чтобы его жирность была не менее, не ниже 3,2%. Это основное важное условие для получения воздушной текстуры. И какое бы молоко вы не выбрали, вы получите с десертом незаменимые и заменимые жирные аминокислоты. А они являются составной частью в синтезе биологически активных процессов, регулировании обмена веществ, усвоении витаминов и восполнении энергии. Далее потребуется 50 миллилитров питьевой воды и 7-10 грамм желатина. Его можно заменить на растительный агарага, но учитывайте тот факт, что в нем нет белков. Поэтому десерт не будет содержать белок коллаген, так как в данном случае использую желатин, а это белок, коллаген, источник аминокислоты, пептидов. Это как строительный материал, из которого организм будет синтезировать собственный коллаген, который является основным белком соединительных тканей, кожи лица и тела, костей. Чтобы не возникало проблем с суставами, организму необходим строительный материал для синтеза собственного коллагена. И благодаря в том числе желатину, из этого десерта, такой строительный материал мы получаем. Поэтому важно понимать, что заменяя желатин на агарагар, получается неравнозначная замена, а связь у них только одна. Это желирующие свойства. Продукты готовы, а сам процесс приготовления десерта очень простой. Заливаем желатин водой, даем набухнуть и подогреваем, не доводя до кипения, так как желирующие свойства при закипании желатин теряет. Подогреваем желатин до момента полного растворения и превращения его в жидкую фазу. Если для взбивания молока вы будете использовать насадку венчик, обязательно охладите молоко до легкой ледяной корочки. Это одно из составляющих успеха, чтобы в процессе взбивания при добавлении желатина сразу же образовывалось воздушное суфле за счет сгущивания в процессе охлаждения желатина при соединении с холодным молоком. И чтобы не образовывались комочки, вводим желатин в процессе взбивания молока тонкой стройкой. Буквально пару минут и десерт готов, и он уже сам по себе отлично структурирован. А если его охладить, то получится мороженое с очень приятным нежным сливочным вкусом и воздушной текстурой. Не добавляла сахар, так как вкус сам по себе получается нежный. Редактор субтитров А.Семкин